Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о том, как добиться 100% приживаемости ремонтантной малины. Не секрет, что многие из нас сажают ремонтантную малину в те же сроки, что и летнюю, что и прочие саженцы и кусты. Но это, оказывается, большая ошибка. Дело в том, что ремонтантная малина в силу своих физиологических особенностей заканчивает вегетацию гораздо позже, чем все остальные растения. Сейчас у нас уже конец сезона, а у нее еще зеленые листья и даже кое-где созревающие ягодки. Дело в том, что к концу сентября, когда большинство из нас уже сажает посадочный материал, малина ремонтантная активно вегетирует. Для того, чтобы она хорошо прижилась и перезимовала, должен произойти отток питательных веществ из листьев, из стеблей в подземную часть, в корневище, именно благодаря которому мы получаем потом хорошие развитые кусты. Поэтому оптимальными сроками посадки ремонтантной малины является период с начала октября и до наступления устойчивых холодов, промерзания почвы. То есть, если у вас уже лежит снег, конечно, малину сажать нельзя. Но если климатические условия вашей зоны проживания позволяют сделать посадку малины, ремонтантной малины, самое время этого сделать. Как готовить почву для посадки малины уже рассказывалось в одном из наших роликов. Поэтому почва у нас уже готова. И сейчас мы с вами посадим ремонтантную малину и раскроем второй секрет стопроцентной приживаемости. Это сохранение надземной части, пускай не всей, но хотя бы половины. Дело в том, что для нормального приживания ремонтантной малины ей нужен определенный запас питательных веществ. И чем он больше, тем выше приживаемость. В стеблях малины, которые остаются при посадке саженцев, при их выкопке, сконцентрировано достаточно большое количество вот этих самых ценных питательных веществ. И когда мы сажаем малину, сохраняем стебель, вот эту ручку, так называемую, в процессе укоренения из нее питательные вещества поступят в корни, поступят для того, чтобы малина весной пустила как можно больше хороших корней, многих побегов возобновления и прижилась на все 100%. Малину ремонтантную мы всегда сажаем одной из последних ягодных культур в нашем саду. Подготовленный посадочный материал обязательно с участком побега, который остался с текущего вегационного сезона, мы высаживаем подготовленную почву. Будь это посадочная лунка или посадочная траншея, как вам рассказывал Дмитрий, хорошо заправленная торфом, компостом, органикой, золой, суперфосфатом, главное условие при непосредственно посадке малины ни в коем случае не заглублять сильно корневую шейку и не оставлять ее близко к поверхности земли. Глубина должна быть в заделке корневой шейки буквально 2 пальца, 2-3 сантиметра. Но это не отменяет, конечно, мульчирование. На легких почвах следует помнить, что шейку все-таки можно чуть-чуть заглубить, ведь почва осядет, и легкие почвы всегда больше промерзают, нежели, допустим, суглинки или глинистые почвы. Если мы заглубим малину, она будет, к сожалению, расти не очень хорошо. Побеги вырастают ослабленными и часто поражаются различными гнилями. На этом у нас все. Вот эти небольшие три секрета посадки ремонтантной малины позволят вам добиться стопроцентной приживаемости и наградят в следующем году вас прекрасным урожаем ароматных малиновых ягод, которые будут радовать вас своим видом до поздней осени. Процветание вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок.